Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стахик Латвин. И, как всегда, по традиции мы разберем один-единственный стих, который призван приоткрыть нам и некоторую завесу тайны над тем вопросом, заявленным в заголовке. Но, помимо этого, и дать некоторую глубину наших действий, наших шагов в отношении нашего спасения в приближении к Царству Небесному. Потому что этот стих как раз о Царстве Небесном. Разберемся. Итак, давайте откроем Евангелие от Марка, 4 главу, и прочтем 26 стих. И сказал, «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Дальше, конечно, идет продолжение. Дальше идет, вот как это семя произрастает, как человек спит, а уже некоторый плод приносится. В принципе, вот эта коротенькая притча, которая находится в тени предшествующей длинной притчи, притчи о сеятеле. Но, тем не менее, как раз в сравнении с ней, уже Господь вот дает первую притчу и за ней дает вторую, точно так же в сравнении с ней мы видим, насколько Царствие Божие должно пониматься нелинейно. Вспомним притча сеятеля, притча сеятеля, которая тоже показывает путь в Царствие Небесное, показывает, что вот в Царстве Небесное его проповедь, как «семя падает, и Господь тот сеятель божественной истины». Здесь же вот такая предаточная конструкция, как если человек бросит семя в землю. Понятное дело, в греческом языке она немножко по-другому передается, но в любом случае мы видим, что Царствие Небесное здесь уподобляется ни сеятелю, ни человеку, который бросает. В отличие, опять же, от предшествующей притчи, знаменитой про бросающего в терния, на каменистую и на добрую землю сеятеля. Нет, здесь не человек уподобляется Царству Небесному, и даже не семя уподобляется именно в этой притче. В последующей притче про горчичное зерно там будет говориться про семя. Но здесь речь идет именно о действии, как если бросит вот этому процессу. И мы видим, что Царствие Небесное – это некоторый процесс. В другом месте Господь говорит, что Царствие Небесное внутри вас есть. И поэтому мы можем этот процесс локализовать, что Царствие Небесное – оно внутри нас. Ну а как же у нас и грехов полно, и у нас, в принципе, какое-то счастье на душе порой не бывает. Где же оно, это Царствие Небесное? В том-то и дело, что Царствие Небесное, судя вот по этим евангельским словам Спасителя, оно как процесс запускается, реализуется в душе каждого человека. Или не запускается, или не реализуется. В принципе, человек, который Евангелие не читает, или имеет о нем смутные представления, он подразумевает под Царствием Небесным какие-то такие острова, они так и называются, райские острова, где желтенький песочек, пальмы, волны океана набегают, да, и тебя там кормят, поят, ты отдыхаешь и не думаешь ни о каких-то земных проблемах. Однако, если мы посмотрим, то в Евангелии мы ничего подобного не обнаружим. Откуда у нас, в принципе, это некоторая аналогия с каким-то теплым климатом и садом райским? Ну, прежде всего, потому что у нас есть образ библейского земного Эдема, райского сада, где были Адам и Ева. Но надо помнить, что Господь вот говорит через апостолов, новое небо, новая земля будет. И, конечно, Царствие Небесное — это не тот Эдем, в котором был Адам. Оно куда больше нам уготовано, как говорит апостол Павел, да, что человек не сможет, язык человеческий, не сможет человек изъяснить, насколько велико и радостно то, что Господь уготовил любящим его. Здесь Царствие Небесное обозначено как некоторый процесс, который запускает уже Господь. Этот процесс, если в нас он не запущен, то и мы к Царству Небесному приблизиться не можем. Какие бы мы правила не исполнили, как бы мы там все притчи не выучили, не разобрали, мы не сможем подойти ко Господу, если не будет этот процесс запущен. Да, дальше уже зависит от нас. Однако мы этот процесс тоже воспринимаем как некоторую такую борьбу, что вот мы берем, сделали чуть меньше злых дел, чуть больше сделали добрых дел, и благодаря этому заслужили теплое местечко. Прямо даже у нас в русском языке такое выражение есть. Понятное дело, для наших бескрасных заснеженных просторов, когда полгода зима, где-то и больше половины года зима в наших регионах необъятной родины, то нам приятнее мечтать уже о каком-то тепле. Кроме того, опять же, традиционный отпуск у нас, ну, по крайней мере, середины 20-го и вплоть до нашего времени, начала 21-го века, он переместился на лето, что, кстати, абсолютно нетипично было на протяжении большей части русской истории, где как раз летом все сельскохозяйственные работы шли, и человек трудился без устали, вот как встал с рассветом, с солнышком, так пока солнце не зашло, так этот труд и идет. И то даже уже потом, может, при лучинке чего-то какие-то споломавшиеся инструменты надо починить, ну, или просто домашними делами заниматься, потому что до этого времени не было. А наоборот, зима, это было время отдохновения. Да, тебе нужно было дров где-то нарубить, но чаще всего они уже были заготовлены, так только поколоть, в печку бросить. Да, конечно, поводу сходить, скотину покормить, но все, у тебя уже есть урожай, что-то ты о зиме посеял, и, в принципе, пока снег не сойдет, тебе особо и трудиться-то не надо. Это было как раз время, когда люди отдыхали, когда люди составляли вот эти наши замечательные устные литературные памятники, былины, сказания, сказки, благочестивые какие-то сказания тоже составляли. То есть у русского человека отдых, наоборот, отождествлялся, конечно, зимним, холодным временем. Но зимним, холодным временем, где, конечно, есть некоторый запас дров, и ты не просто мерзнешь в избушке или голодаешь, потому что неурожайный год был. Нет, а потому что ты потрудился, у тебя есть некоторый запас. Поэтому, на самом деле, мы видим, что наши представления о райском саде, они модифицируются с каждым поколением, с каждой эпохой. Уже, конечно, русский человек в XIX веке, он и не подозревал, что есть какие-то там острова, потому что, ну, и телевизора, и интернета не было, и узнать, и рассказать никто не мог. Ну да, есть какие-то южные края, есть там какие-то диковинные звери, но вроде было не до них. Однако, если мы берем и все-таки в душе как-то стремимся к какому-то образу приятному для нас, то не нужно этот образ, конечно, разбивать в дребезги. Потому что вспомним, как было в одном Патерике сказано, что один монах, очень благочестивый, молитвенный человек, много лет проведший в пустынических, аскетических трудах, а он принадлежал к ереси антропоморфитов. Ну, то есть он был не очень образованный, не очень грамотный, никого он своей ереси не учил, но, правда, он считал, что Бог-Отец — это такой дедушка на облаке, как изображалось иногда в XVIII-XIX веке. И когда все-таки его убедили, его собратья, православные монахи говорят, ну, нет, все-таки Бог воплотился, Господь наш Иисус Христос, но Бог-Отец — это, конечно, бестелесная сущность, и нельзя его так представлять, то он заплакал и говорит, ой, забрали у меня Бога, которого я знал, а теперь я даже не знаю, как мне молиться. Ему проще было вот так молиться, общаться, но, может, и не нужно было этого старичка как-то переубеждать. Точно так же и здесь, конечно, не следует думать, ой, так бы хотелось, вот я тружусь и думаю, ну, хотя бы, может, в Царствие Небесное попаду и там смогу отдохнуть. Нет, Господь действительно каждому из нас отдаст то необходимое ощущение счастья, которого нам так не хватает в нашей земной жизни. Тут в этом и проявляется наша вера, наше доверие Богу, что Он хочет нам лучше. Но, тем не менее, даже если нам легче представить рай, как некоторые острова теплые, где бесконечный отпуск длится и еще при этом парадоксальным образом не надоедает, потому что, наоборот, там, может, и жители этих островов, они думают, ой, постоянная жара, постоянный труд на каких-то там приезжих европейцев, отдыхающих, вот бы где-нибудь в прохладе оказаться, где нет этого бесконечного палящего солнца, где не только этот соленый океан, а где журчат быстрые речки, из которых можно даже воды напиться, ну, где как, конечно. Все, конечно, это можно себе представлять, но только как некоторый, вот, вектор, как некоторое направление. Мы знаем, что Господь нас порадует. Вот как ребенок идет к отцу, идет к матери, соскучился по ним, был где-то там, может, у бабушки, или просто после занятий в каких-то школе, особенно чем младше ребенок, тем больше вот это его расставание ему тяжело, потому что он чувствует привязанность к родителям. Чем старше, ну, конечно, уже там полегче как-то все это расставание переносится. И вот когда это приближение происходит, то уже душа ребенка радуется безотносительно. Даст ему мама и папа вот при встрече там какой-то подарочек или шоколадку, или просто обнимет, да, прижмет, на руки возьмет. И, в принципе, даже если какая-то там шоколадка-машинка будет после длительного расставания, это будет отнюдь не самое главное. Там отец возвращается из командировки, дети бросаются, конечно, потом будут распаковывать какие-то подарочки. Но и без этого радость от встречи с отцом есть. Вот такая же радость у нас от встречи с Господом нашим Иисусом Христом должна быть. И вот этот процесс, который идет, идет в Царстве Небесное, произрастание в нашей душе, которое Господь пустил, он как раз и напоминает нам о том, что вот мы берем начало нашего существования, даже не только то, что Господь нас сотворил как людей, а начало нашего спасения во Христе. Если мы смотрим, что вот эта земля, земля, в которой погружается вот это семя. Да, как мы знаем, с одной землей сыт не будешь. Земля — это только некоторая возможность произрастить. Как мы слышали предшествующую притчу осеятели, да, что земля может и каменистая, и тернистая быть, а может, при дороге птички прилетели, поклевали. Сама она по себе ничего не дает. Но недаром Господь свои притчи проповедует в том порядке, в каком их излагают евангелисты. Потому что когда уже человек готов, понимает, да, надо преодолевать и каменистость в почве свою, и терния преодолевать, и как-то, чтобы птицы небесные не прилетели, не поклевали, никакие станинские искушения, чтобы не свалились. То есть готов, готов как-то бороться и обрабатывать. Но вот если та притча, она нас подталкивает к тому, что вот да, Господь нам дал, и сейчас все от нас зависит, здесь наоборот Господь показывает нам, что Он уже вложил это Царствие Небесное в нас. И наша задача его не потерять. Надо понять, что это притча новозаветная, притча евангельская. Господь уже сокрушил ад своей смертью. Господь уже воскресил человеческую природу своим воскресением. Мы предназначены для Царствия Небесного. Ребенок рождается и раздается, омывается вторым рождением первородный грех, и все, он уже совершенен. Он уже предназначен для Царствия Небесного. Царствие Небесное в нем растет, развивается, растут его силы, способности, получает образование. Все для того, чтобы послужить Богу, послужить ближнему. Господь все дает для нашего спасения. И наша единственная задача вот этому процессу божественной любви не мешать. Потому что если мы возьмем землю, в которой уже посажены какие-то семечки, и закатаем сверху в асфальт, зальем какими-то ядовитыми отходами, то никакого урожая нам не видать. Точно и так же не то, что вот, как Лукавый Клевич, ты говоришь, не, вот так Царствие Небесное сложно, так вот и трудишься, ничего у тебя не получается. Так нет. На самом деле единственный труд, который мы ведем, это труд человека, который, ну, прибирается просто в квартире, там протер пыль, пропылесосил, он не то, что преодолевает чьи-то загрязнения, а просто поддерживает некоторый порядок. Так и наша задача не то, что там с грехом сражаться, как каким-то смертным сопостатам, а просто поддерживать порядок в своей душе, просто давать возможность Царству Небесному в нас произрасти. И вот этот процесс, процесс приближения к Богу, чем ближе мы к ним будем приближаться, уже нам будет не так важно, да, знаем мы, что же в итоге в Царстве Небесном нас ждет, какой там климат, как там вообще с природой, создаст Господь какое-то подобие земное в Царстве Небесном, или его не будет. Все это будет абсолютно неважно, потому что для нас будет уже радость встречи с Отцом, которого, конечно, уже за время командировки дети, может, и привыкли как-то и без него обходиться, но чем ближе его приближение, тем громче стучит уже сердечко, и уже само даже предвкушение от Царствия Небесного, от встречи с Богом Отцом и всей живоначальной Троицы, будет делать жизнь человека более счастливой, более насыщенной и более наполненной всякой радостью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова